Всем привет, дорогие друзья! Буквально с недели назад, ровно 7 дней прошло, я снял видеоролик про Мистера Икс, где в очередной раз показал, ну, несколько несостоятельность данного человека как ремонтника. По многим причинам, на самом деле, после него было достаточно много карт, и некоторые из них, в том числе, я снимал на своем канале, ввиду того, что, считаю, нужно все равно показывать, так скажем, кто делает хорошо, а кто делает плохо. То есть, в том числе, заострять внимание на том, какие услуги порой другие ремонтники предоставляют. Кто-то воспринимает это как копание в чужом грязном белье или еще что-то, но я не совсем с этим согласен, потому что многие ремонтники частенько пользуются неосведомленностью просто обычных людей, и, соответственно, лутают на них бабки, ну, можно сказать, на всевозможном... на услугах, которые созданы из мусора, так скажем, если правильно так назвать. Сегодня у нас как раз достаточно интересная, опять же, поучительная история от, судя по всему, моего подписчика уже, который посмотрел этот видос. Тут весьма такая странная ситуация произошла. Ну да ладно. Пишет мне человек, как раз-таки Альберт. Здравствуйте, доброго утра. Отправил вам 360 Ti, если что, он разрешил показывать переписку, поэтому тут, как говорится. Я из Краснодара. Местный мастер заменил память, но хайп как не запускался, так и не запускается. На винде при установке драйвера был черный экран. После замены памяти драйвера ставился криво, но PC-Express 16 не работает. На X8 кое-как майнит. То ли кривые руки, то ли недостаток знаний. В общем, надежда только на вас. Это было в 10.34, в 12.29. Посмотрел ваше сегодняшнее видео и офигел. Я тоже попал на этого ремонтника. Именно с этой картой. В общем, еще одна тема. Предостережение. Я как бы удивился, думаю, нифига себе, как быстро сработало, так скажем. Разумеется, тут весьма странная есть с мистером Дмитрием переписка. Добрый день. Есть ли прогресс по моей видеокарточке iGame 360 Ti? Замена Хуникса на Самсунг. То есть мы имеем... Уже, кстати, не первая вот эта вот iGame идет на Хуниксе, которая тоже вздыхает. Здравствуйте, память поменял, только это не помогло. Пока разбираюсь. Здравствуйте, карту смог запустить как вторую. Майнит на плюс 1000 МГц по памяти, но ее первая карта, она корректно не запускается у меня. Страпы памяти стоят на Хуниксе. Только в такой конфигурации эта китайка работает. Вот это вот первая китайка. Что-то не совсем понял. Видимо, на Самсунге... на Самсунг не рассчитано. Но тут уже, как говорится, видно квалификацию ремонтника, который, походу, вообще не понимает, что такое инвидиевские видеобиосы, как он устроен и какие там есть нюансы и тонкости. Но ладно. То есть он, видимо, до сих пор верит, что биосы можно самому под инвидио писать легко, да, под любую конфигурацию. Майнит и хрен с ней. Можно забирать, сколько денег на Сбербанк можно перевести. И, ну, как бы понятно, человеку интересно только, чтобы она майнила. И, как бы, ну, карта берется под конкретные задачи. Майнит, но определяется криво. Нужно посмотреть, как в вашем риге будет себя вести. На этом, по-моему, собственно, сейчас... Все? Да. Человек здесь заодно скинул, что у него таких карточек достаточно много. И они постепенно сейчас начали сдыхать, к сожалению. Поэтому это было где-то, ну, около месяца назад, плюс-минус. Ну, там, видно, что в переписке как раз август месяц, там, 23-е уже. Ну, сдал, имеется в виду, где-то месяц назад. Вот, мы спросили. Все, никого не боится человек. В данном случае карточка уже отремонтирована. И тут, так как голосовуху, которую скидывал мистер Дмитрий, мне в личку в том числе, я теперь закрепил, собственно, у меня. Если что, можете посмотреть, послушать, да. Но сразу предупреждаю, ну, в телеграм-канале по ссылке можете перейти в закрепленном сообщении. Жопа у вас может очень сильно сгореть. Но тут, как говорится, хотите, не хотите. Там, вкратце, человек утверждает, что я матерюсь и, соответственно, я быдло. А то, что он на три веселых буквы посылает своих клиентов, это как бы не считается. И вообще, я лезу не в свое дело. Отношений ко мне никакого это не имеет, его общение с клиентами. То, что там кто-то где-то про него плохой отзыв написал, это вообще никак не коррелирует с его работой, в принципе, и качеством ее работы в том числе. Вот. В любом случае, сегодня у нас показательный, так скажем, случай, потому что... Ну, чтобы вы понимали просто, что человек максимально... Ну, как бы она больше тысяч по памяти сейчас реально не работает, но теперь выдают хотя бы 60 мегахешей. Потому что до этого она не майнила вовсе. А причина тому была в том... Я сейчас покажу состояние карточки. В чем же была причина? Это же такая китайская карта. Это же целый Colorful. Понимаете? Значит, это китайская карта, и она не рассчитана вообще ни на что. О, давай. Как раз таки. Спасибо, Даня. Так, давайте посмотрим на состояние карточки. Сразу еще сказать, починили ее, ну, достаточно быстро относительно. Скорее, тут пришлось больше переделывать за мистером Дмитрием. 23ком сервиса, нашим любимым. И давайте сейчас посмотрим, что же у нас тут. А тут полный фарш. Тут у нас Samsung, датакоды 022, 025, 020, 0... 900, прошу прощения, какой-то 30. 949, 943, 010, 0, 04. При этом, кстати, при всем, человек заплатил 18 тысяч рублей за данную работу. Вот, но как бы... как-то так. Короче, поставили ему бушный Samsung, ни хрена не отмыли. При этом вы удивитесь, но при этом паяли флешку BIOS. Не знаю, с какой целью, но, видимо, квалификации нам недостаточно, чтобы рассуждать на эти высокие темы. Чтобы вы понимали, починил данную видеокарту Максим, который работает и чинит видеокарту суммарно где-то, наверное, с месяца. То есть, чтобы вы понимали, человек, который чинит карты месяц, починил карту от человека, которого квалификация недостижима и чинит карты последний миллиард лет. Ну вот, в чем же была проблема? И я думаю, что мистеру Дмитрию 23ком сервису это тоже будет интересно. Во-первых, BIOS, который здесь был зашит, это какая-то просто непонятная херня. Ну, с ней действительно был какой-то бред. Но здесь есть у нас Dual BIOS. Можно переключить, слава богу. Мы переключили и увидели через, казалось бы, очевидное тестовое ПО, которое есть, я думаю, сейчас у каждого нормального ремонтника. То, что у нас конфигурация страпов просто не выбрана тупо. То есть, выбран какой-то бред. Потом как раз-таки мистер Максим заметил, что страп это конфигурация, один резистор не передвинут просто-напросто. Соответственно, у нас карточка работала, ну, костыльной, ну, а точнее, по факту, не работала нифига. И сам клиент сказал, что карта как не работала, так и не работает. В результате, что сделали мы? Ну, собственно, взяли, нажали на вот эту вот кнопку, чтобы включить второй BIOS и передвинули резистор. Вот. Что теперь предстоит этой карте? Мы клиенту, собственно, сказали, что здесь полностью рандомная память, в том числе какая-то старая бушная аж 19-го года, на дворе нынче 22-й. Что она вся такая потемневшая, сильно флюс не отмыт и прочее. Но клиент сказал, что типа, ну, нахрен, типа, меняйте все на новый тоже Samsung, ну, что мы, собственно, сейчас и будем делать. Хотя так она, в принципе, уже майнит более-менее, но гонится не так хорошо. Это как раз-таки, ну, к чему я все это клоню? Ну, что, во-первых, человек заплатил 18 тонн за то, что мы поставили бушную память, хрен пойми откуда взятую, в хреновом состоянии, который нифига не гонится. А по факту нас ссали в уши, сказав, что типа, ну, она там плюс тысячи как-то работает, все, забирайте. Забрали 18 тонн, а у клиента она нифига так и не заработала. Поэтому, чуваки, в тысячный раз, предупреждаю, сейчас таких карт идет все больше и больше. Вы спрашиваете своих ремонтников, которые ставят вам видеопамять, что они вам туда, блин, поставили, если действительно они меняют хуникс. Я буду топить за это до победного, потому что раз я эту тему раскочегарил, многие сейчас присосались, но очень многие не хотят тратить деньги на новую видеопамять. Они ставят умайненную память с асиков, с ноутов и прочую фигню, которая ни хрена не гонится, вы должны это понимать. То есть там плюс тысячи, плюс восемьсот, плюс пятьсот по памяти. То есть если у вас хуникс плюс пятьсот давил, вы его на замену самсунга даете, вам дают самсунг, который плюс пятьсот только может давить. Но это шило на мыло, это смысла не имеет. Еще раз, у самсунга показательно вот эти вот три циферки. Первый из которых это год. Если здесь девятка, это девятнадцатый год. Если, ну, соответственно, я думаю, здесь будет где-то получше видно, но хотя, ладно. Девятка, девятнадцатый, восьмерка, восемнадцатый, нолик, двадцатый, единичка, вот здесь в начале, это двадцать первый и двойка, это двадцать второй. Соответственно, вполне себе котируется вариант установки двадцать первый, двадцать второй год без каких-то проблем. Двадцатого практически уже нету нормального, ну, в плане нового. Ну, его очень мало, и то там в закромах с разным датакодом, хрен пойми где как хранившийся, это тоже учитывайте. Ну, вот, поэтому, если вам ставят восемнадцатый, девятнадцатый год, то, скорее всего, это мусорная память сасиков, который хрен знает, как она отработает. Причем она иногда бывает в хорошем состоянии, но она ни хрена не гонится. Поэтому, чуваки, просто будьте внимательны и спрашивайте, заставляйте мастеров фотографировать, что они вам поставили. Проверяйте за ними все. Потому что сейчас на этом очень нехиловое такое наедаловое идет. Поэтому вот как-то так. В любом случае, как говорится, пишите, что вы по этому поводу думаете. В очередной раз это, да, камень в огород мистера Дмитрия, потому что брать восемнадцать тысяч ни за что с человека, за нерабочую, по сути, карту. Ставить мусорную память и говорить, что он такой молодец, ну, это ни хера не дело. Вот. А на этом все. До скорых встреч. Пока. Пока.